Привет всем! Здравствуйте, здравствуйте! Как ваши дела? Да, что-то, мне кажется, у меня связь не очень хорошо выловит, но будем надеяться, что это временные трудности. Как меня слышно? Скажите мне, пожалуйста, как проходит ваше время после ослабления пандемии, ослабления карантина, прошу прощения. Так. Мне кажется, мне это не нравится. Ну ладно, пусть. Ладно, давайте уже так будем делать. Мозер Тим, привет! Здравствуйте, здравствуйте! Как меня слышно, пожалуйста, скажите. Напоминаю, что сегодняшний гость Артур Даниилян. 16-летний парень, который превзошёл ожидания всех и стал серебряным призёром чемпионата России и Европы нынешнего года. По-моему, это очень классный результат для человека, который до сих пор и всё ещё катается и выступает по юниорам. Кстати, сегодня мы поговорим об этом, останется ли Артур в юниорском спорте или же уже перейдёт на взрослый уровень и будет выступать уже только там, непосредственно там. Я напоминаю, вы можете задавать свои вопросы. Я вижу уже Артурчика здесь. Вы можете задавать свои вопросы, нажав на иконку вопросительного знака. Что-то я уже выписала, опять же, спасибо вам за обратную связь, потому что вопросов было много, они были интересными. Задам самое основное и, наверное, больше всего интересующее людей. Артур, тебе нужно будет отправить мне запрос на добавление в этот эфир. Да, привет, привет! И мы начнём. И мы начнём. Напоминаю, человек занял второе место в 2018 году на чемпионате мира среди юниоров. И уже в нынешнем году имеет звание серебряного призёра чемпионата России и Европы. Так. Привет. Привет, дорогой! Как дела? Отлично у тебя как? У меня тоже. Я очень рада тебя видеть. Как ты меня слышишь? Скажи мне, пожалуйста. Всё отлично, супер, окей. Артур, ты скажи, из-за чего мы перенесли эфир с шести на семь? Что у тебя было? Я с тренировки. Понимаете, на какие жертвы идёт человек? Вот он просто с тренировки вышёл и сразу же ко мне залетел на эфир. Ну, мне очень приятно. Артур, расскажи, как ты, что ты, как у тебя проходит восстановительный период после карантина? Ну, всё отлично. Сейчас потихоньку набираем форму. Уже даже она не такая плохая. Ожидалось, что будет всё немного хуже, но всё даже очень нормально. Вот. Сейчас постановку начали делать вчера, новые произвольные программы. Ну, ты просто перешёл уже, знаешь, к концу нашего эфира. Люди задавали вопросы. Обязательно, Лина, спросите, что у Артура там с постановками программы. Ну, Артур решил как бы сразу начать рассказывать про это. Всё, закрываем эфир. Да, да, нет, мы закроем эту тему на данный момент, пока начнём с самого начала. Естественно, пандемия, да, она не могла не коснуться фигуристов и нашу сборную. Вот я знаю, что ты один из тех счастливчиков, который провёл целый сбор в Новогорске, да, после ослабления ограничений в связи с коронавирусом и так далее. Вот для начала расскажи, как тебе, как лично тебе давалось это непростое время безо льда, да? То есть вот как ты переживал вот эти месяцы без тренировок? И как проходили первые дни на льду? Ну, когда нас закрыли уже на карантин, мы все отправились дружно домой. Сначала был такой перерыв, отдых, можно сказать, отпуск. Тренера особо не трогали, я просто сам с ребятами ходил бегать там в парк. Ну, физическую форму держать, потому что предполагаю, что только на неделю нас закроют. И мы такие, ладно, надо держать в форме, сейчас снова выйдем и так далее. Но всё продлили, и потом мы вышли с тренерами на связь. У меня началась хореография, потом прибавил всё в ФУП, потом я начал заняться танцами в Тодесе онлайн, чтобы развиваться ещё. Прости, я тебя перебью. Это твоя личная инициатива или это тренеры сказали? Вот можно позаниматься? Нет, Елена Герман там связалась, вот, я начал заниматься, но, кстати говоря, сам тоже как-то хотел, может, записаться, пойти попробовать, потому что, ну, я вижу, что моё тело немножко неподвижное. Сказал Артур, 16 лет. Ну, ладно, да, прости, продолжай, прости, пожалуйста, продолжай, да. И статик ещё мы с Максимом Игоревичем завозим, начали заниматься. То есть сначала мы были просто в кроссовках, а потом в коньках. Слушай, ну, видимо, вот, судя по тому, что ты рассказываешь, вы как-то очень быстро, да, мобилизовались? Да, и не теряли времени совсем. У меня два дня, ну, через день чередуются, то танцы ОФП, то хореография, статика. И ещё по вечерам я заказал тренажёр и на тренажёр и гонял. Какой ты молодец, какой ты молодец, Артур, боже мой. Ну, и прыжки, собственно, тоже надо было прыгать. Я прыгал, ну, как, сколько удавалось места себе выделить. Потому что в доме тоже люди живут, я не могу их просто выгнать, сказать, вот, ваша кровать, до свидания. Подожди, а ты переживал весь этот карантин на квартире или где-то за городом? На квартире, да? Нет, на квартире, да. Ну, так как мы в Москве ещё не так широко обустроились, поэтому, а как-то уехать в Волгоград, то нас сейчас откроют, мы выйдем на лёд, потом нас снова не открывают. Ну, и уже метаться сложно было бы, наверное. А так, если бы я уехал в Волгоград, больше возможностей было бы. Ну, да, конечно, из-за этой неизвестности, понятное дело, что люди просто не знали, куда им двигаться, есть ли в этом смысл. Ну, и, да, конечно, плюс определённые трудности также были и с перемещением, да, потом как это всё было? Ну, ничего, я как-то пережил, ну, сначала было, так, блин, гулять, тренироваться на улицу, пожалуйста. Выпустите. Ну, ничего, дома тоже можно повеселиться. Нет, ну, конечно, а что делать? Нашёл себе игрушку, тик-ток. Да, кстати, я видела, я видела твои видочки. Это очень классно, я тебе хочу сказать. Прикол в том, что я сначала сестру называл, что ты что, с головой не дружишь, какой тик-ток? Ты помнишь свою цифру, возраст? Тур на следующий день тик-токи снимать. Да, это так всё и начиналось. Лампу заказал, всё заказал, штатив заказал, лампу заказал, всё. Но ты скажи нам никнейм, чтобы люди и фанаты фигурного катания, которые сейчас в этом эфире зашли, потом на страничку оценили. А я туда ещё ничего не выкладываю. В смысле, у тебя ничего нет? У меня есть много всего, прям дофига видео, но не качественный контент. Не, ну ладно тебе. Ну, в общем, ребята, знайте, что у Артура Даниляна есть аккаунт в тик-токе. Он специально не рассказывает, не говорит это название, но вы должны найти, если вы преданные фанаты этого спортсмена. Ну ладно, это мы всё пережили, слава богу, всё закончилось. А вот первые дни на льду, вот как это было? Так, ну мы приехали в Новогорск, там, тест сдали, ждали. Настал этот день, мы вышли на лёд. Я как-то сразу... Ну, сначала меня шатало прямо туда-сюда, на перебежках. Я такой, так, мне это уже не нравится. Ну, тут он как-то встал на ноги, начал раскатываться, полчасика пораскатывался. Всё, пора прыжки. Начал с боем. Ну, тренеры, тренеры, как обычно, знаешь, тренеры, как обычно. Всё, времени нет, надо восстанавливаться. Не, ну, там, первые пару дней я был без тренеров, потом ко мне подъехали, вот. Ну, я уже там собрал тренеры, я аксель начал, сайхов восстанавливался. Ну, и там, через недельку я уже через две довольно так подсобраю. Ну, молодец какой. А и четверные прыжки уже тоже, да, делаешь? Или пока ещё не брали? Я делаю уже, и вот, к концу сбора, и всё это верну. Молодец. Ну, Артур, я просто желаю, чтобы это всё поскорее пришло в норму. Ты парень молодой, так что у тебя сил ещё очень-очень много. Какая тебе пандемия, она ни в коем случае не должна помешать тебе к восхождению, к твоим вершинам. Ну, хорошо, сегодня мы поговорим, безусловно, про твои, наверное, самые яркие победы за твою пока ещё недолгую карьеру, да. Но начнём с самого начала, наверное, вот тебе всего 16. Расскажи, как начался, из чего начался путь вице-чемпиона страны и Европы? Вот как ты попал в группу к Елене Водорезовой? Ну, начинал я, собственно, свою карьеру в Волгограде в трёх с половином возрасте. Ну, я сломал руку и в итоге в четыре вернулся. Да, не успел прийти, уже травма. Да, ужас. Я катался у Людмилы Леонидовны Пучковой сначала, там, первые, наверное, лет шесть. Может, плюс, плюс, потому что не буду высчитывать. Потом она уже мне передала жареного Екатерина Сергеевна, там, мне тройные поставила, она уже нарабатывала это всё. Ну, всё, уже на стал момент, когда надо двигаться дальше. Она такая, надо решать. Если хотите продолжать и развиваться, надо понять, Москва, Питер и к какому тренеру. Я такой, ну, Москва. Между тренером, ну, сначала я так думал, но там уже была Олимпиада как раз такой. Ладно, посмотрю ещё несколько видео разных с одним тренером, с другим тренером. Вот, ну, Елена Германия как-то больше как бы вызвала желание у неё тренироваться. Вот. Поэтому я такой, надо попробовать, ризгнуть. Возьмёт, возьмёт, не возьмёт, ну, значит. А как она, вот смотри, как вот ты приходишь к ней, да, вот как она, первая её реакция на тебя? Она как-то сначала посмотрела, как ты катаешься? Или вы сначала поговорили, а потом, там, не знаю, ты вышёл на лёд, что-то показывал? Я тогда был на сборах в Новогорске у Виктора Николаевича Кудряхова, вот, там был сбор. И я оттуда слинял с одной тренировки, приехал в ЦСКА, а в этот день Елены Германия не было, вот. Ну, я просмотрелся у Магировского Михаила, вот. Мне сказали, на следующий день тоже приезжать будет Елена Германия. Такой, хорошо. Ну, приехали, снова отпросились. Приезжай, я выхожу на лёд. Там, по-моему, была Маша Сотского и Саша Проклова. Ну, это наш звёздный состав на сборах в Кисловодске. Я не могу понять, там, это то ли Аделина, то ли Маша, то, Саша, у меня ещё такое зрение не стопроцентное уже было на тот момент. А я ещё боюсь, знаешь, так, проезжать и пристально смотреть на них. В итоге, ладно, кто есть, тот есть. Так. В итоге потом вышла Елена Германия, такая, ну, давай, раскатывайся и показывай, что ты умеешь. Я такой, хорошо, сейчас раскатаюсь. Показал ей тройные. Тогда у меня не было 3-3, у меня был только двойноксис с тройным тулупом. И все тройные. Ну, она посмотрела, я ей там всё показал. Я, по-моему, почти не ошибся ни на чём. Такой, всегда бы так на тренировках. Показал ей вращение. Вращение её даже очень понравилось, потому что у меня тогда был бильман прям. Вау. И с карандашом, ну, затяжка сюда. Да-да-да. Вот. Потом, по-моему, Пётр Чернышов пришёл, и она попросила мне ещё ему показать. Ну, я уже так не помню. Или это уже было, когда я к ней перешёл. Вот. Ну, в общем, у неё насчёт тебя сомнений не было, да? То есть вот ты пришёл, показал, и она, в принципе, сразу же согласилась. Было сказано немного, она просто всё, тренировка закончилась, всё я сделала, поклон, такая, пожала мне руку, до июня. В июне встретим всё такое. Спасибо. Слава богу. Да, у меня были такие... Да, это, ну, слушай... Пуцы. Ой, чё? Так. Артурчик. Ты немножко завис. А вот чё, слышишь меня? Ну, всё, отлично. Прости, пожалуйста, что ты говорил? Говорю то, что потом, надо сказать, увидимся в июне. Да. И всё, я уехал снова в Новогорск до конца сбора, там, тренироваться со спокойной душой. Ну, здорово. Вот. Ну, на самом деле, это так смешно, с одной стороны, что ты рассказываешь, вот у меня тогда был ещё Бильман, да, у меня тогда уже со зрением было не очень. Просто, повидавший многое на своём веку, 16-летний Артур Данииля. Ну, может быть, я так говорю, знаешь, потому что мне чуть побольше лет, чем тебе. Да. Поэтому я так реагирую, но на самом деле нет, это всё шутки, и как бы я не воспринимаю это всё всерьёз. Ну, хорошо, сборы в Новогорске прошли, сейчас вы уже в ЦСКА, вот поскольку ясности, да, насчёт сезона, насчёт соревнований пока нет, вот на что вы делаете сейчас основной упор? Это постановка программ, изучение новых элементов, работа над скольжением, вот что сейчас происходит? В данный момент у меня началась постановка программ, как я уже сказал вначале, мы оба произвели программы, вот, мы сегодня второй день работали над ней, уже там чуть-чуть осталось доставить, она так прям легко идёт, ну, в плане того, что... Она мне, говорят, очень подходит, поэтому как-то по движениям ориентировалась. Ну, это секрет, правильно, как я понимаю, это пока секрет? Ну, мне так хочется сказать, но я, наверное, ещё по времени. Ладно, хорошо, как ты скажешь? Ну, это будет на восточную тему. Вау! Вот. Как здорово. Ну, ладно, небольшой спойлер уже есть, небольшой спойлер уже есть. Да, очень красиво, очень классно, я прям в восторге. Это здорово. Подожди, а вот ты говоришь про извольную программу, а короткую вы решили не менять, или... Ну, пока не знаю, как-то пока всё сложно. Короткая такая классная, хорошая, что... Очень хорошая программа, она тебе безумно идёт. Найти такую же замену, и чтобы это было хотя бы ещё чуть лучше, это, ну, как-то сейчас сложно. К тому же не было долго льда, и нельзя было попробовать разную. Ну, да. Сейчас уже время поджимает, и надо как-то решаться, или накатывать уже её, или сейчас, если замена будет, то пробовать поставить, а там дальше смотреть. Ну, есть варианты. Ну, ты знаешь, вот, если вы решите оставить короткую программу, которая у тебя была, мне кажется, что она... Я в целом не против. Да, она очень тебе идёт, очень тебе идёт. Потому что я вот в Новогорске ещё, и тут уже в ЦСКА, ну, катаю макет какой-то, и там, с какими-то элементарными прыжками, и у меня до сих пор мурашки пробирает. Я такой, наверное, это хорошо, если ещё до сих пор есть вот этот вот адреналин в программе. Слушай, ты первый фигурист, который мне говорит вообще, что у него от прокатов на тренировках своих программ в макете, я объясняю, что такое макет, макет это просто пустой прокат программы без прыжков, ну, вот, да, с вращениями разве что, что у тебя от такого идут мурашки. Это действительно дорогого стоит, видимо, эта программа, ну, настолько тебе нравится, потому что, да, ну, это здорово. Да, я вспоминаю вот эти вот все ощущения, и такой, я прям еду, вот, у меня там когда третий прыжок уже, и в этот момент у меня уже мурашки идут, а я иду такой весь трясусь, пытаюсь их как-то отстранить, но не получается. Успокоиться. Да. Ну, здорово, это здорово. То есть сейчас главный упор — это постановка программ всё-таки, это не изучение каких-то новых четверных. Ну, это всё идёт вместе параллельно. А что учишь, если, ну, если не секрет? Всё, что осталось. А что, всё, что осталось, хорошо. А будете ли усложнять контент в следующем сезоне, планируете или, в принципе... Планируем, и планируем, и надо, и обязательно... То есть добавление четверных прыжков — это цель номер один, насколько я понимаю, да, на данный момент? Ну, удачи тебе, безусловно. Хоча бы начать с одного прибавленного четверного, от того, что было в прошлом сезоне. Но, насколько я знаю, тулуп — один из самых твоих нелюбимых прыжков, да? Но, судя по всему, именно его вы и планируете вставлять в программу, да? Вообще, как правило, нет? Ну, как правило, да, и как, не знаю, вышел такой инцидент, прикол — то, что тулуп у меня пошёл. Почему прикол? Почему прикол этот? Ну, для меня это неожиданно. Как-то он настроился, мы так в Новогорске хорошо поработали над ним, и он как-то, то ли, щёлкнуло что-то, и такой... Так вот, как его прыгать надо, оказывается. Да, да. А я-то думал. Я не знаю, его кто-то... Ну, очень многие люди называют тулуп одним из самых примитивных и лёгких прыжков. Да. Но вот лично я, не знаю, я никогда такого мнения не придерживалась. Ну, видишь, тебе пандемия, она пошла на пользу, вот это время всё переосмыслить, потом вытескать. А так вот, значит, как оно должно было быть и как оно прыгается. Ну, хорошо. Надо добавлять. В принципе, если один, второй прыгают, то почему другие не получатся? Конечно. Четыре оборота есть четыре оборота. Да, я тоже думаю, что это уже как цепная реакция, знаешь, работает. Если ты что-то хватаешь, то, в принципе, дальше уже будет проще. Значит, будучи юниором, насколько я понимаю, ты ещё пока катаешься в юниорах и не собираешься полностью переходить во взрослые. Или как это будет в следующем сезоне? Ну, в следующем сезоне мы планируем во взрослые уже. Уже полностью с концами переходить во взрослые? Ну, да. Мы сейчас ставим уже программу для взрослого варианта. Ну, вот просто о чём я хотела сказать. Будучи юниором, да, твои результаты, скажем так, не были прямо, ну, не знаю, супер выдающимися, да? Я думаю, ты понимаешь, о чём я говорю. Ну, как получилось так, что 16-летний парень в столь хорошей форме подошёл к таким крупным соревнованиям, да, как чемпионат России, как чемпионат Европы? Ну, отпустил ситуацию. Это было что-то новое. И поэтому я пока засматривался на количество людей на трибунах, программы мимо меня с собой прошли. Ну, это было так неожиданно, так прям, вау. Я такой, надо показать людям. Ты сейчас говоришь про чемпионат Европы или про... Да, вообще, вот, и чемпионат России, чемпионат Европы. На России я в короткой такой был взволнованный, поэтому она... Ну, да, это мы заметили, да, это мы заметили. Но, тем не менее, произвольная программа была прям, ну... Ну, там я ложу такой... Всё, делай просто, просто делай. Угу, угу. Ну, расскажи, вот, как проходила твоя подготовка к чемпионату России? Вот, чувствовал ли ты себя... Ну, смотри, вот ты ехал, да, на такие крупные для тебя, ну, действительно, крупные соревнования. Вот, чувствовал ли ты себя уверенно, и, что самое главное, вот, наравне с более взрослыми фигуристами? Чувствовал ли ты себя уверенно? М-м-м... Ну, получается, я не попал в финал Гран-при юнерский, и поэтому я поехал, пока ребята были на финале, я поехал на взрослую Бэшку в Загреб, и там выступил, ну, как со взрослыми программами. Ну, так, предварительный старт перед чемпионатом России, вот. Потом я приехал, у меня было, ну, где-то недели полторы или две, уже так, не помню. Мы готовились, продолжали работать, и на таком подъёме практически пытались приехать на чемпионат России. Ну, тренировки у меня там, я как говоря, проходили, они роскошно, вот. Так. А с чем это ты связываешь? С волнением или с чем? Или... Ну, было как-то тяжело, я не знаю, может, из-за того, что часовой поезд поменялся, и я как-то небыстро сориентировался, вот. Ну, именно к самому прокату я подходил довольно уверенный, я такой, ну, вот сейчас первый номер, сейчас классно. Да, у тебя ещё и первый стартовый был, это вообще... А в итоге вышло немножко не то, что я планировал, вот. Ну, разминку я перед прокатом шестиминутку провёл тоже хорошо. Ну, видимо, просто так, не сконцентрировался до конца. Ну, немножечко, ну, и плюс волнение сказывается, всё-таки открывать такие крупные соревнования, да, это непросто. Очень многие фигуристы не любят выступать под первым номером, а вот что у тебя на этот счёт? Ну, в короткой я ещё так нейтрально отношусь к произвольному, как-то не особо. Вот второе, это да, это такое прекрасное... Самое любимое, да, число. А самое ещё смешное, то, что я сижу на жеребьёвке. Так. Проси, да, такой, главное не вытащи первое, всё будет хорошо. Там, получается, ещё рано утром тренировки были, такой, вытащи в последний, поспишь подольше. Чуть, там, вовремя всё. Всё, в итоге я иду, такой, первый, такой, если бы ты даже не думал. А это, как всегда, знаешь, это называется, это как камень преткновения, вот то, о чём ты думаешь, хоть бы не первый, хоть бы не первый. Ну, ладно, что поделать. Ну, Артур, какие твои годы и сколько ещё будет у тебя этих первых стартовых номеров, поверь мне, поэтому зацикливаться на этом уж точно не стоит. А какими были последние наставления тренеров, помнишь, перед чемпионатом России или перед непосредственно выступлением, давай так? Ну, перед произволкой мне просто сказали, сделай то, что ты умеешь, и всё. Всё, что от тебя требуется. Тебя не просят сейчас никто первого, второго, третьего, нет, да. Просто покажи уже то, что ты реально умеешь, и не надо ничего себе накручивать как-то. Ну, я вышел. Я даже такой, ладно, пошёл и как-то. Ладно, пойду, пойду, покажу, чё могу. Не, ну, а слушай, в принципе, наверное, каждый тренер перед соревнованиями не говорит своему ученику, значит так, если ты сейчас не идёшь и не занимаешь первое, второе или даже третье хорошо место, мы отсюда уходим и больше не возвращаемся. Ну, какими были лично твои мысли после проката произвольной программы на чемпионате России? Ну, я сначала себя немножко пообзывал. Ну, вот, а зачем, собственно, нужно было короткую так катать? Это всегда так. Вообще в себе или как? Потом радость. Потом понимание то, что как бы старт закончился, и уже ничего не исчезает. Выдохнул, да? Выдохнул, наконец-то, с облегчением. Я и выдохнул, и в то же время понимаю то, что у меня прилетит за короткую. Не, ну, послушай, на самом деле, вот, это парадокс. На чемпионате России, да, на таких тяжёлых, реально тяжёлых стартах с 13-го места подняться на второе. Вот, когда ты уже увидел оценки, да, и когда ты понял, что ты уже точно на пьедестале, вот, о чём ты думал? Вот, что первое пронеслось у тебя в голове? Мне не прилетит за короткую или что? Нет, я знаю, что мне в любом случае прилетит за короткую. Нет, мне сказали, а вот если бы не короткую, ты сам знаешь, что было бы. Да-да-да-да-да-да. Ну, на самом деле, я такой, так, как, что, каким образом, как, 13-е, 2-е, что произошло? Ну, это всегда у меня так. На юниорском чемпионате мира я с 8-го на 2-е, сейчас 13-е на 2-е. Да, я когда готовилась к эфиру с тобой, на самом деле, если почитать твою биографию, ты обычно собираешься, знаешь, на второй день соревнований, но что тоже не есть плохо, знаешь, потому что очень часто спортсмены откатывают идеально хорошо короткую программу, да, но потом совершенно не могут откатать произвольную и в итоге закапывают себя и просто теряют. Ну, это было в начале сезона, я короткую катал чисто, там, не знаю, на ЮГП в Челябинске 10 баллов отрыв, я первый такой, просто мне даже сказали, не надо делать четвертую, откатать чисто, как надо. Ну, да, ну, да. 10 баллов отрыв, ты можешь спокойно занять первое место. Я вышел, естественно, навозил немножко, и все, там сколько, 20 сотых, и я второй. Цена ошибки, видишь, цена ошибки, даже несмотря на... Да, ошибки, тут ошибки, и все. Ну, ничего, я думаю, что это все равно все приходит с опытом, и требовать от тебя каких-то суперчистых и стабильных прокатов, конечно, хочется, да, но пока что все равно все делают скидку на твой возраст. Ну, вот как ты к этому относишься, кстати? Вот, да, понятное дело, что все равно поблажки есть тебе. Ты еще не такой взрослый спортсмен, но, тем не менее, вот твое отношение к самому себе, вот как ты настраиваешься уже на следующий сезон? Я хочу улучшить результаты, как бы чуть-чуть повысить планку повыше. Не в плане того, что я должен везде быть первый, а в плане прокатов, условно, чтобы они были более-менее стабильные, без грубых ошибок, чтобы как-то расти в этом плане. А там уже все зависит не только от меня. Ну, дай бог, чтобы все получилось, Артурчик, я тебе этого искренне, искренне желаю. А что, прости, что за мысли вообще уже о завершении карьеры? Вообще, с чем, прости, эти мысли были связаны, и что поспособствовало тому, чтобы изменить это решение? Ну, была травма, травма была долго, я долго не катался, когда я вышел, соответственно, все были тогда уже, там, отдыхали, так как я не катался, когда все катались, а я вышел, начал раскатываться, там, уже, не знаю, месяц катаюсь, и ничего не собираются, даже тройные не собираются нормально, так как надо. Вес тоже, естественно, набрался, я тоже вырос, вес набрался, все, все так наложилось, и я такой, ну, фигурное катание немножко идет вперед, а ты немножко... Стоишь на мейстре, да? Так. Поэтому, ну, такое, лучше, пока есть время в нужное русское направить себя, другое. Это тебе, прости, в каком возрасте такие умные философские мысли приходили? Скажи нам, пожалуйста. Так, это был позапрошлый сезон. Два года назад. Угу. Вот. Так, хорошо, продолжай, пожалуйста. Ну, я написал маме, не знаю, было сколько ночи, два, по-моему, я решился. Вот. Ну, и наутро мне прилетело то, что не надо, ты чё? Куда? Зачем? С чего? Ну, я все объяснил. У меня выплеск эмоций был. Я говорю, ничего не получается, ничего не получится. Куда мне? Зачем мне кататься? Все. Потом у нас были сборы в Сочи. Там тоже у меня что-то всё не идёт, не идёт. Я ещё тоже там... Что-то у меня пошло не так с характером. Я много разных глупостей творил. И я такой, всё, да, всё. Не трогайте меня и не трогайте моё решение. Ага. Ну, мне сказали то, что если ты заканчиваешь, ты уезжаешь в Волгоград. А я этого не хотел. Так-так-так, подождите, подождите секундочку. Что-то я передумал, да? Что-то я уже... Ну, может, ой, сейчас закончу, может, куда-то в шоу уйду. Такой. А мама такая, сейчас ты заканчиваешь, собираешь вещь, уезжаешь в Волгоград. Я такой, все планы рушат. Ну, в итоге мы ещё поговорили, я ещё немножко полупендривался, там, очень был упёртый. А потом уже всё, прокаты, там, тренеры тоже со своей стороны поддерживали. Они, наверное, тоже были в курсе моих планов. Думаю, мама, может, как-то их разлучила. Ну, безусловно, конечно, это всё-таки важная информация для них. Вот. Но они мне как-то это в лицо и не говорили. Угу. Ну, не спрашивали. Они лишь таким другим способом пытались донести то, что ничего страшного. То, что ты после травмы не можешь себя в один щелчок собрать. Надо просто напрячься, там, напрячься, сбросить вес. Напрячься просто в целом на тренировках. Угу, угу. Ну, и я потихоньку так вошёл и пошло, поехало. И всё наладилось. Вот кто-то пишет, какая мама мудрая на самом деле, понимаешь? Вот что значит, нужно обязательно слушать своих родителей, особенно в таких ситуациях, да, когда тебе кажется, что всё, я уже точно принял решение, ничего не надо, я заканчиваю и так далее, да, с чем бы это ни было связано. Поэтому маме спасибо. Да, ну ещё такой переходный возраст. Да, 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 конечно, конечно. Это точно. Ну, она такая, ну, ты столько лет этим занимаешь, ты хочешь вот так вот в раз окончить? Я такой, да. Она такая, ну, в смысле, да. Мы из Волгограда сюда, а ты из-за вот этих вот своих каких-то проблем хочешь закончить, не хочешь их перебороть, не хочешь их как-то решить. Ты же, в конце концов, мужчина, ты должен через это пройти и справиться. Я такой, хорошо, мам, я постараюсь. Боже, ну, очень приятно. Такая трогательная история на самом деле. Ну, Артур, я считаю, что у тебя получилось ещё как, знаешь? Ну, да, уже... Перебороть эти трудности, да. Ну, хорошо, здорово, что всё так сложилось, и сейчас мы не можем не поговорить про твой дебютный чемпионат Европы, который принёс тебе серебро. Это было что-то вообще невероятное. Да, не могу сказать, конечно, ну, мы не будем говорить, что твой прокат прям был идеальным, да, но тем не менее для человека, который начал сезон по юниорам, а закончил по мастерам, ты представил нашу сборную, ну, очень и очень достойно, это правда. Вот перед поездкой в Австрийский град, какими были последними наставлениями твоих тренеров, и как ты сам в целом оцениваешь своё выступление там? Ну, все мне в целом пожелали удачи. Там Марина Ленин со мной не поехала, поехала Ирина Герна и Сарина Дваровна. Да. Ну, Ирина Дваровна чуть позже подъехала, примерно, где не коротко. Ну, Марина Ленин мне сказала, что просто покажись, покажи всё, что ты умеешь. И остальные тоже, Максим Эйберич, Александр Сергеевич, просто пожелали удачи. Вот. Мне никто не сказал, что без челеза или без золота, или без бронзы не возвращайся. А я ехал туда с мыслями такими, что, ну, смотри, там, у одного столько-то четверных. То есть, ну, на равных практически. Ну, да. Единственное, что решает роль, это компоненты, то, что ты фактически юниор. А если ты всё делаешь, то почему бы не побороться? Я это как-то не озвучивал никому, но про себя я такой, я должен уехать как-то с медалью. Как угодно. Да. Я, конечно, в это так плохо верил, я лишь хотел показать себя. Это была главная задача. Показать хороший чистый прокат. А там, если получится цепануть, то это вообще отлично. Потому что я примерно предполагал, что практически вся сборная уедет с медалями, а я как-то не хочу один оставаться. Ну, слушай, это очень-очень правильный настрой. И вот кто-то в комментариях пишет, а если бы не упал на чемпионате Европы, может быть, и выиграл у Алиева. Закрадывались такие мысли тебе в голову или нет? Ну, я во время проката Димы и после того, как всё закончилось, анализировал, я понимал то, что, во-первых, у него компоненты выше. Во-вторых, у него количество четверных, и они сами по себе сложнее. У него есть лут. Ну да, у него лут, да. И, соответственно, то, что было бы хорошо быть рядом, ближе по баллам к нему, а не вот с отрывом, который есть. Но всё, надеюсь, будет дальше. Сто процентов, Артур, потому что, конечно же, да, всё-таки очень весомую роль играет то, что ты ещё юниор, да, вчерашний юниор, скажем так. Да, потому что компоненты, они, их нужно заслуживать. То есть даже как бы ты классно не катался, да, вот для тех, кто сейчас это слушает, может быть, это какая-то, знаешь, новость такая, но это действительно так. Как бы человек не владел коньком, если он ещё не зарекомендовал себя во взрослом спорте, то всё равно компоненты будут ниже. Это как если бы, я не знаю, Патрик Чан соревновался с, ну, с кем, с тем же, я не знаю, Димой Алиевым. Дима Алиев бы откатал чисто все программы, а Патрик Чан упал со всего, и, тем не менее, у него бы компоненты были выше. Просто потому, что это Патрик Чан и все его... Ну да, вот, поэтому Артур со мной согласен. Меня обделили особые компоненты, мне не сказать, что, нет, знаешь, так, порезали, уменьшили. Я считаю, что меня не... Очень достойными, да, были оценки для первого чемпионата Европы? Да. Ну, хорошо, да. А ты, безусловно, ну, я думаю, да, следишь за своими, там, коллегами, за соперниками. Вот побывав на чемпионате Европы уже, да, сделал ли ты для себя какие-то выводы насчёт того, в какую сторону нужно двигаться лично тебе для достижения самых высоких результатов? Ну, в данный момент, в данное время это четверные, количество четверных и качество четверных и в целом элементов. Как бы, имея два четверных, это хорошо. Как бы, ты можешь бороться, там, за первую... до пятого места. Ну, первую пятёрку, да. Да, но будут те, у кого будет три четверных, и они будут, естественно, бороться уже за первую тройку. Ты отпадёшь чуть дальше. Поэтому, чтобы быть выше, соревноваться сейчас с мировыми топами, нужно, конечно, быть в полной боевой готовности. Уже никак. Ну, вот как тебе кажется, смотри, вот чисто твоё мнение, вот что реально важнее в фигурном катании? Набор четверных прыжков или же всё-таки скольжение, красота катания, владение коньком? Вот, давай лично... Понятно, что все сейчас и так прекрасно понимают, да, что без четверных никуда. Ну, вот твоё мнение, оно что впадает? Я всегда за баланс. Ну, как, это не говорит о том, что надо исключить какие-то рамки поставить. То, что максимум два четверных, а там дальше пусть будет катание тройный. Нет, ты можешь просто настолько отработать свою программу, свою, как это сказать, роль в программе, чтобы это так преподнести, чтобы это было и сложно акробатически, как ещё сказать, в плане техники. И точно так же, чтобы это выглядело как представление, как шоу какое-то. Ну да, как целый номер, чтобы это не было отдельно. Чтобы людям было интересно, а тут ты бац, прыгнул четверной, а дальше ты поехал там проживать свою роль дальше. Ну, нужно как-то совмещать. Думаю, это, конечно, больше труда составит, но это можно сделать. Ну, как думаешь, вот у тебя получается уже так выступать? Или пока что ты больше фокусируешься всё-таки на прыжках, а потом себя отпускаешь и уже... Ну, я двигаюсь в этом направлении. Конечно, я пока не могу, у меня там условно в начале четверные, я не могу прям сразу, знаешь, так вжиться. У меня там первые 20 секунд на эти четверные и 30 уходят. Я их сделаю, дальше там уже трены и аксель, акселя, я могу более спокойно, широко, чувственно, эмоционально катать, потому что это уже такие элементарные элементы, которые не нужны, не имеют такой концентрации. Да-да-да. Я могу их просто уже должен щелкать, проходящий и дальше катать. Ну, вот я пересматривала твои выступления вчера, сегодня, да, с России, с Европы, но, не знаю, мне кажется, что у тебя уже сейчас, да, вот в таком юном возрасте уже получается заинтересовать зрителя, то есть своим катанием. Особенно вот, да, короткая программа, про которую ты говоришь, неспроста, да, у тебя бегут мурашки, потому что это действительно смотрится круто и по-взрослому. Ну, мы столько на дне работали, столько времени, столько в зале, столько на льду, это не могло быть по-другому. Ну, вот результат, результат налицо, понимаешь, результат действительно налицо, и работа, она видна, и поэтому просто низкий поклон Ирине Анваровне, я так понимаю, что ты с ней работал, да, над этим программом, Максимом. И Максимом Игоревичу, и Никите Михайлову, просто всем-всем в это включались, не только и хореографы, и просто тренер Ильян Германин, да, у него работа. Ну, как обычно, это, как обычно, командная работа. Слушай, вот ты видишь уже сейчас, да, с какой скоростью развивается фигурное катание, мужское, одиночное катание, мы с тобой об этом поговорили. Как ты считаешь, вот что уже на данный момент отличает тебя от других фигуристов? Вот как думаешь, есть ли у тебя какие-то фишки, которыми не обладают, или, может быть, в меньшей степени обладают фигуристы не только, да, национального, но и международного уровня? Ну, мне кажется, безусловно, у каждого фигуриста, который уже вышел на какой-то уровень, у него есть свой стиль катания. Думаю, все-таки хотя бы этим я выделяюсь уже, как минимум. Вот, и, соответственно, подача программы тоже у всех разная. Кто-то катает, ну, такой сконцентрированный, при этом работают, да, тоже с публикой, а кто-то просто изначально уже с публикой, там, все эмоции в суде выплескивают и так далее. Ну, вот, я больше все-таки работаю на зрителей, на среде. Угу. Кто-то пишет, осанка у Артура прекрасная. Да, действительно, нельзя не отметить, что ты катаешься с очень ровной и прямой спиной. Это большая проблема. Я хочу заниматься танцами, потому что следующие мои программы, которые сейчас в работе, требуют более пластичного корпуса. Слушай, ну, ты заинтриговал так, что уже просто невозможно. Вначале, сказали, музыка, связанная с Востоком, сейчас уже требует какой-то пластики. Уже прямо ждем, ты знаешь, ждем, чтобы поскорее увидеть. И, надеюсь, увидеть это не только на каких-то контрольных прокатах, но и в режиме изоляции, но и на соревнованиях, конечно. Потому что я думаю, что это будет вау. По крайней мере, я на это надеюсь. Слушай, в одном из интервью Елена Водорецова сказала, что сравнивает тебя, не сравнивает, а видит сходство с испанским фигуристом Хавьером Фернандесом. Видишь ли ты эти сходства? Ну, вот что ты думаешь вообще на этот счет? Потому что она не одна, на самом деле. Давно я это вижу, читаю, то, что как-то и чисто внешне сравнивают, и по катанию. Но чисто внешне, может, чуть-чуть похоже, потому что оба темненькие. Ну, как ты относишься вот к такому сравнению? Нормально. Мне главное, чтобы вы мне не говорили, что я катаюсь, как он. Почему? Я хочу кататься, как я. Я хочу оставить себя на льду. Чтобы меня запомнили не как фигурист, который катался, как Хавьер Фернандес, а как Артур Данилан, который катался, как Артур Данилан. Слушай, ну это классное заявление, на самом деле. А вот у тебя, и судя по твоим словам, у тебя нет никаких кумиров, правильно? Нет на данный момент фигуристов, на которых ты бы равнялся. Ну, я всегда любил смотреть Хавьера. Ну, он в основном являлся таким примером. Может, не столько по техническим элементам, сколько по программе по подаче, по работе со зрителем. Я условно смотрел его недавно программы. Не помню, на какую музыку. У меня муравки. Это вот через компьютер. Насколько человек цепляет, что аж вот так вот. Ну, у него на самом деле никогда не было проблем с взаимодействием со зрителем. Это один из таких самых ярких и выдающихся фигуристов. Ну, поэтому его все знают, любят. И, конечно, провожали со слезами на глазах, да, самые преданные болельщики, когда он сказал о завершении карьеры. Еще одна вырезка из интервью, цитата Елены Германовны, ой, да, у Артура до сих пор есть определенные проблемы с ногами. Вот о чем идет речь? Это было в начале сезона прошлого. Да. Я уже в годах потерялся, честно говоря. Ну, как-то что за травма? Да, я перешел на новую фирму бодинок, Идеевские. Потому что я тоже катался до этого на Идеев, но они другой модели, они больше такие мягкие. А я перешел на типа, чтобы потверже, потому что четверные, но быстро все ломаются, чтобы подольше пожили. Ну, я начал раскатывать у меня там, где язычок, вот тут шишка натерлась, там такая шишка, я не могу никак садиться в ногу, там это все трэш. Я быстро уехал за новыми, поменял их на свою предыдущую фирму. Ну, так как у меня уже была натертость на мин, то я все равно не мог до конца полноценно кататься долгое время. Поэтому пришлось как-то ожидать этот момент. Полноценно не получалось заниматься. Потом у меня началась косточка, тоже цеплять. Вечные проблемы просто фигуристов. У меня всю жизнь не было проблем, а тут они начали появляться. Да ладно, серьезно, вот только изменения. Я всегда максимум, я катался на Джексонах, вот, и они мне никогда никак не доставляли дискомфорта. Я максимум обходился одной мозолью, и тот силикон не цепил, и дальше катаюсь, катаюсь. А тут то шишка, то косточка, то еще что-то. И вот я уже, когда сезон на подходе, у меня там шишка. Я не могу в коньке там на внутреннее ребро уходить, на наружнее. Ну да, все время больно. Да, и ничего не помогает. Ни губки, ни силиконы, что-то даже хуже делают. Единственное, что более мне не помогало, это целлофановый пакет. Да ты что? Да, эту идею мне Сережа Воронов подсказал, я такой, ладно, нацеплю пакет. И реально там оно так трется, не дает сильно давить. Поэтому на заметочку. На заметочку всем фигуристам, которые смотрят этот эфир, целлофановый пакет, и все будет более-менее. И, ну, у меня через какое-то время все равно сломались ботинки, которые вторые. И я вернулся к этим, которые в начале сезона. Вроде ничего раскатал. Но косточка все равно... Ну, у меня в течение сезона она все время давала о себе знать. Просто когда-то меньше, когда-то больше. А, слушай, ты говоришь, что, да, ты катался на Джексунах и потом перешел на коньки фирмы ИД. А какой смысл был переходить, если тебе было всегда в них комфортно? У меня просто были проблемы с ногой, с пеленостопом. Мне сказали, попробовать перед ним другую фирму. Может, ну, там у всех же разные. Ты поняла. И я перешел, ну, чтобы не было дискомфорта ноге. Там все равно я какое-то лечение прошел. И мне сказали, перейдите на другую модель. Она по ноге лучше ляжет. У меня нога все равно растет, там, шире. Формируется, да. Да, формируется. И надо тоже под нее подстраиваться. Ну, я перешел, и все нормально. Но потом, когда я уже хотел под твердшие коньки, они немножко подпортили все. Ну, сейчас более-менее все наладилось или как? Да, я сейчас катаюсь в основном на тех, которые помягче. Ну, у меня выпасные, они всегда есть. Подожди, ты не возишь две пары коньков с собой на соревнования? Мало ли что? Нет. Ну, изначально я проверяю в конце концов. Ну, кстати, у мальчиков это очень частая проблема поломки ботинок, да? То есть... У меня три пары ботинок заброска в сезон поменял. Кошмар. И они все время ломались, да, из-за прыжков, из-за нагрузки? Ну, они становились максимально мягкими. Я уже, знаешь, там уже некуда натягивать шнурок. У меня уже просто язычка не видно. Там уже с двух сторон вот эти бортики вот так вот слиплись. И все. Что же это такое? А там у меня, получается, вот где я натягиваю еще в самом начале, там такая вот складка собирается. И тоже, ну, все такое мягкое, неприятное. Мало ли что, нога прям... Да, и если вы будете смотреть этот эфир, запомните, спортсмены недовольны вашими ботинками, потому что они ломаются постоянно. Сделайте... Ну, так, у большинства были проблемы с ботинками IceFly. То есть они сделали другую... Что-то другое сделали, и они стали... Да, короче, эту модель? Да, они как-то ее пытались усовершенствовать, а в итоге многие, многие вот с ними повозились. Да, это там Стефан, Степан, Стефан, как правильнее будет Гоголев. Очень, не очень обошлось, ничего, мать Мира Юниорска с этими ботинками. Поэтому нехорошо. В общем, сделать мы пока с этим ничего не можем, а эфиры еще не настолько, знаешь, пошли в массы, чтобы их пересматривали такие вот... Репостим, ребята, репостим. Репостим, да, 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 кстати. Помогите нашим одиночникам получать более твердые и удобные коньки. Артура, у меня было много вопросов от фанатов, я их задавала по ходу у меня эфира, но у меня есть один, который я не могла не задать, но я его выписала, честно говоря, сама. Что за история про подругу, которая настраивала тебя на прокат произвольной программы во время чемпионата Европы? Ну-ка, ну-ка. Ну, как сказать, настраивала. Ну, состоялся... Просто чисто, знаешь, такая... Тогда же был перерыв между... Там тренировка прошла, и большой перерыв. А я же, ну, поспал, окей, поел, прогулялся, но там еще все равно много времени. А мне же надо как-то себя отвлечь. В итоге я, ну, болтал. А что за подруга ты нам не расскажешь? Это секрет или не секрет? Это моя лучшая подруга. Она никак... Эта девочка никак не связана с фигурным катанием? Связана. Ну, она уже закончила. А, ну... Может, она и смотрит сейчас, это фермер я не вижу. Откликнитесь, если вы здесь, потому что нам интересно узнать, кто привел Артура Данилиана к себе в руху чемпионата Европы. Не, ну, она чисто меня отвлекла, помогла, как бы, отвлечься. А то я все, фигурный катан. Так, сейчас же произволка, что, как. Так я все равно после разговора пошел смотреть свою чемпионат Россию прокат произвольный. Да ты что? Ты такое часто делаешь перед выступлением? Нет, себе новая такая штучка была. Прикольно. Начало включал еще раз, включал еще и так по кругу, пока мне не пришлось выезжать. Ну, видишь, положительно сказалось на твоем выступлении. Да, я еще приехал, там же... Мы были, скажем так, в эпицентре. В эпицентре не центра. Так. И я вышел на улицу там, пруд замороживший все было. Ну, я там гулял, долго гулял, свою тень, там разные штучки делал. Но тебе лучше, тебе лучше в одиночестве, правильно, настраиваться на средневековую? Ну, именно уже там за какой-то период, да. А там, если у меня еще 3-4 часа, то, естественно, мне лучше как-то пообщаться, возможно. И даже если у меня есть сериал, то я смотрю сериал. Я смотрел «Полицейского струблевки» в этот момент. Отличный выбор. Отличный выбор, Артурчик. Ну, в общем, что хочу сказать. Я, честно говоря, мы с тобой когда познакомились? Мы познакомились с тобой в Кисловодске. Кисловодске. Это были, мне кажется, одни из самых лучших сборов, не знаю, для моей памяти так точно. Это было очень весело. Абсолютно. Но ты был еще тогда совсем малышом. Не могу сказать, что мы общались, да, как-то с тобой прям очень так во время сборов. Но, тем не менее, я очень рада, что мы провели сегодня с тобой этот эфир. Да, спасибо. Я болею за тебя. Я очень хочу, чтобы у тебя все получилось, чтобы следующий сценарий был лучше предыдущего, еще лучше. Потому что ты, безусловно, перспективный фигурист. И мне просто хочется, чтобы все травмы и все невзгоды и вот эти вот мысли о завершении карьеры точно обходили тебя стороной. И все-все-все получалось. Спасибо тебе большое за это. Спасибо за приглашение. Была рада. За прекрасный разговор вечерний. Да. Я обязательно сохраню для всех тех, кто писал во время эфира. Сохраните, пожалуйста. Я обязательно сохраню этот эфир. Он будет доступен в IGTV. Артурчик, спасибо тебе большое еще раз. Почему тут мой брат? Я его сейчас убью. Ну, видишь, как здорово. Вот. Так что, все. Обнимаю тебя. Да. Давай, пока. До встречи. Но я сохраню. В IGTV он будет доступен. Всем большое спасибо. Стретьщий гость уже в эти выходные. Пока. Пока. Продолжение следует...